Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить The Valiant Hats. Hats. The Great War. Игрушка про Первую мировую войну. 22 апреля 1915 года немцы впервые использовали в бою газ. Да, ужасное оружие на самом-то деле. Ой, собачка, смотрите, поползла. Давай, давай, малыш. Перекрой этот сраный кран. Так-с. Так, открыть дневник. Так, 10 марта 1915. Ну и денек выдался сегодня. Меня дважды спасли от смерти. Сначала солдат-американец, потом собака. Но теперь я наконец-то свободен. Перед бомбежкой видел Карла. Надеюсь, он выжил. Попробую его отыскать. Это дневники у нас уже отдельно. Героев. Как это работает, непонятно. Ага. О, давайте-ка заберем вот эту штуку, которая тут лежит. Так-с. Собачка. Давай-ка. Да, вниз. Так-с. Как бы это все сделать? Давай ко мне. Я вылезу наверх, а ты меня, собачка, опусти. Спасибо. Так-с. А что тут надо сделать? Ага. Нет, подождите. Это поднять платформу. Нам нужно два ящика, да? Не-не-не-не-не-не. Вот так, да? Так, собака. Ну что, что, покрутить надо, не? О, там что-то лежит. Да, тоже коллекты булс. Так, давайте-ка затащим эту штуку. Так. Я, кажется, понял, что нужно сделать по итогам. Так, собачка, поднимай. Так, теперь мы беремся за эту штуку. Собачка, опускай. Хорошо. Собачка, поверни обратно, как было. О, сработало. О, сработало. Хорошо. О, и лестницу спустили. Великолепно. Да, пошли. О, летят. Летят. Вниз. Быстрее. Че там? Так. Битва при Ипре. Город Ипор, расположенный в Бельгии, имел важнейшее стратегическое значение, особенно для Англии. Через него открывается путь на север, а значит и в Великобританию. Так. На последней линии здесь сражались солдаты из Канады, доказавшие в боях свою надежность и закалку. Шесть тысяч из них погибло в ходе битвы, произошедшей у Ипра в апреле 1915 года. Ужасная бойня. Так, туда не стоит идти. Собака. О, ты что-то нашла. Ты что-то нашел, точнее. Добрый друг, спасибо тебе. Так, чё, как это работает? Ясно. Ну я понял, понял. А чё мне здесь делать? А чё там собака, собака? Один. Коллектаблс. А чё, куда это тащить-то? А, я понял. Всё, 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 всё. Так, собака, в ведро. Хороший мальчик. Я стараюсь. Ещё мне лестницу, пожалуйста. Спасибо. Такс. А как это всё сделать-то? Так, ну вроде мы справляемся с неплохо. Гоу, гоу, гоу. Ой, чёрт. Говно. 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 Спасай нас. Анна родилась в Бельгии. В Париж она приехала учиться. Ей почти удалось отыскать пропавшего отца. Судьба была благосклонна. Все они двигались в одну сторону. Но на подходе к Вими их заметил германский отряд. Ага. Ну, я не знаю. Держись, американец, мать твою! Простите. Блин! Все крайне плохо. Я думаю, еще одной бомбежки мы не выдержим. Что? Ой! Вы же издеваетесь? А-а-а! Говно! О-о-о! Ха-ха-ха! Черт! Ой! Разломали. Ага! То есть с самого начала. Это плохо. Но ничего не сделаешь. Тут просто бывает такое, что стопроцентно не успеешь. Блин, вот попали, как они могли? Такс. Вроде справляемся пока. Ах, говно! Че, спаслись? Ну, вроде как. Ох, блин. Мой американец, как ты? Ох, блин, блин. Эбиль, блин! Ты может быть жив! Лавь! Ладно. Че там? Ага, понял, понял, понял. Плохая идея. Лабиринт. Лабиринт. Ох. А че, че тут сделать, собака? Я не понимаю. Ой, плохая идея. Сейчас он будет возвращаться. Такс. Хорошо. Выжидаем. Назад, 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 назад. Хм. Граната. Теперь их двое, вообще. А, он спит, что ли? Блядь! Окей. Спасибо, мальчик. Семь. Семь. То есть, вот так это работает, да? Окей. Дожим! Так, все, уже не волнует. Ох, блядь! Я понял. Туда лучше не идти. Все, сидим, ждем. Стелс, спастил суси. Пссс. Пссс. Так, валите отсюда. Я вас сюда не звал. Псс. Пссс. 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 Эту штуку не разбить. Пссс. 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 Собачка, ты мне должна помочь. Не хочешь? Не хочешь? Не хочет. Пссс. Не хочет. А, я кажется, понял, что нам надо сделать. Нам нужно собачкой украсть у тех придурков. Ну, вы поняли, да? Вот, кусачки. Сейчас эти пробегут. Не нужны мне ваши подсказки. Я без вас нормально соображаю. Все понял. Сейчас проверну. Вот так это должно работать. Мы должны перевести его на ту сторону. И тогда он сможет спереть для нас кусачки. Молодцы. Молодцы. Вообще красавчики. Молодцы. Вообще красавчики. Молодцы. 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 Спасибо. Молодцы. Какой. Все, бежим. Вниз. Молодцы. 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 Многие państwo не добились успехов в связи с огромным числом потерь, понесенных при штурме этих позитий в конце 1915 года они были объявлены неприступными. Конечно. Твою ж мать. Собачка с паке. Отвлеки этого. На нахер! Че там? Ну я не могу это взять. Так, а как эту штуку взять? Мне просто интересно. Ты можешь это сделать? Вот видишь, и я не могу это сбить как-то надо. А нечем. К сожалению. Ладно, пошли. Ого! Так. Пошли. Собака? Нет, это мне надо сюда сделать, да? Хороший мальчик. Хороший мальчик. А больше динамита-то и нету. Там я еще один где-то в окне видел, но... Тоже было в окне. Да... О, понял. Туда. Пошли. Эй, Вальд. Сюда. Хороший мальчик. Такс. Такс. Собачка, лучше уходи оттуда. Такс. На-на. Все-на. Победа-на. И чё уже? А, это как укрытие, я понял. Хорошо. Так. Траншей. В условиях, в которых находились солдаты воюющих сторон, сильно различались. Немцы, приступавшие к подготовке траншейн немного раньше противника, умели укрепить позиции металлом и бетоном, тогда как бойцы союзных войск приходилось буквально толкаться в грязи. Возможно, еще одной причиной их бедствий был режим, при котором англо-французские части каждые семь дней переводились на новые позиции, сменяя друг друга. Несмотря на другой режим службы у русских солдат, ситуация была в целом похожа. В то же время германские части не сменялись и могли спокойно обживаться на своих окопах. Ну, они на этом не победили, поэтому... Чё тут скажешь? Как это? Блин, забыл как это делается. Уже. Эм... Разве? А, вот. Всё. Ага. То есть его лучше не убивать? Ладно. По стылсу. Угу. Чё-то есть. Письмо. Чё там? Там нельзя как-то перелезть, что ли, да? Да. Прискорбно. Так, собакин. Залазь в корзинку. Сейчас мы придумаем, как тебя можно вытащить. Эта тварь не рыпается, то есть нам нужно что-то сделать по-любому там. Что же тут можно сделать? Такс. О, есть бутылка. О, есть бутылка. Бутылка это, в принципе, как отвлекающий должен сработать. Но другого выбора нету. Давай где-то сюда поближе. И забью, как собаку. Не, не помогает, смотрите. Он меня щас пристрелит. Да. Хм. Ладно. Это была не лучшая идея. А можешь куда-то туда войти? Нет. Судя по всему, не может. Ладно, проверну, включу. Йес! Нет, я просто тогда не подрасчитал, и он как раз повернулся. С первого раза получилось. Ну, грубо говоря, со второго. Потому что один был на запись. Такс. Шпроты. Полезные collectables. Скажем так. Все. С этим справились. Теперь давайте-ка посадим собачку. Эм, собачка. Ты это. Давай в корзинку. Бабана. 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 Тихо. Малыш, давай, сначала я принесёшь вот ту штуку. Монетки. Куда ты, куда ты, мальчик? Давай. Хороший. Хороший парень, спасибо. Давайте сначала сюда пойдём тогда, в таком случае, посмотрим. Так, тут нужен вентиль. Такс. Хороший парень. Играет музыка. Угу. А дальше он не едет. Плохо. И как его достать? Малыш. Хороший мальчик. Играет музыка. Ладно, пошли наверх. Офигеть, там, конечно, подземные ходы. Туда тебе, блядь. Барон Фондорф снова ускользнул. Ну да, это печально. Хм. Класс. Позже судьба приведет их в Реймс. Там они, наконец, найдут следы барона-невидимки и его цепелина. Памбелшка Реймс. Завалило. Завалило. Так, ну, теперь мы будем сражаться за храброго американца. Реймс. 1 июня 1915-го. То ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok